Доброе утро, мои хорошие. Я только что встала. Не могу посмотреть сколько время, потому что телефон вырубился. Вчера смотрела сериальчик и легла спать. Господи, как я ужасно выгляжу. Я всегда вытираю лицо вот такими вот салфетками одноразовыми. Потому что у меня проблемная кожа, как вы видите. И это не очень гигиенично. Пользоваться общим полотенцем. Мукбанг у нас с вами сегодня будет с Макдональдсом. Только осталось выбрать, что же мы с вами заказываем. Точно луковые кольца 10 штук, наверное наггетсы и какой-то вкуснейший бургер. И мне доставят прям домой за секунду со скоростью света. Где же эти бургеры? Идите ко мне. Ну все, ребят, заказ сделан. Осталось 25-30 минут и он будет у меня. Тем временем я хочу прибраться, накраситься и подготовиться к мукбангу. Доставили просто со скоростью света. Я сидела, делала макияж. Я даже не успела доделать макияж, как уже мой заказ был у меня. Салфеточки. О, мой любимый макчикен. Красавец! Как я люблю макчикен. Я хотела сначала взять двойной макчикен, а потом решила взять вот такой вот стандартный. Это прям любовь. Самое любимое, что есть в Макдональдсе. В прошлый раз мне положили два горчичных соуса, хотя я выбрала кисло-сладкий. И там, знаете, обратиться некому, когда через аппликейшн вы заказываете, некому предъявить свои претензии. Наггетсы. Ой, что сейчас будет? Сейчас будет вечеринка. И вот такие вот луковые кольца. Я сначала хотела снять видео, только луковые кольца взять, не знаю, 30 штук и поесть. А потом подумала лучше вот такое вот разнообразие. Я даже накраситься не успела, не то что собрать постель, прибраться. Полчаса не сказали, но привезли через 17 минут. Я даже посмотрела так быстро. Неужели за 17 минут можно это приготовить? Не то что уж привезти ко мне домой. Такое ощущение, что все там стояли на старте. Вот сейчас Айка Емелье сделает заказ. Три, два, один. Поехала! Вот очень похоже на это. Ну все, я готова к съемкам. Это знаете, на что в ТикТоке есть такой прикол. Там Ксения Собчак говорит, не жравшая, не сравшая. Вот у меня тоже вот такое состояние, что я не выспалась. Я легла очень поздно, почти в 4. Решила досмотреть все-таки пункт назначения, другую часть. Там, знаете, в комментариях надо мной угорали, что у меня плохое настроение. Я решила посмотреть пункт назначения, чтобы настроение было вообще ужас. Но, знаете, какие-то страшные фильмы, они меня немножко отвлекают. Когда меня что-то парит, меня начинает парить сюжет этого фильма. Я забываю о своих проблемах, о каких-то моментах. Поэтому это неплохой выход выйти из депрессии и получить какие-то другие психологические травмы, например. Очень нравится вот этот комбинезон. Хотя он выглядит как платье, и иногда прохожие думают, что это платье. На самом деле, это комбинезон безумно удобный. Мама предложила рукава отрезать, дать швее. Но мне кажется, так смотрится очень даже элегантно. Мне все нравится, а это самое главное. Итак, как всегда у меня в логах, собираем постель. Делаем раз, готово. Было бы в жизни так все легко и просто, как происходит это на видео. На самом деле, все было вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, готово. Как вы видите, чисто порядочек парфюма я переложила сюда. Также сюда же положила свою кнопочку. Красота просто. Иногда меняю место расположения этой кнопочки, чтобы ее было лучше видно со всех ракурсов. Здесь было очень много одежды, именно потому что я и вчера, и сегодня снимала тиктоки. Очень интересно. Если вам интересно, то переходите на мой инстаграм. Там в историях я всегда делюсь новыми тиктоками. Так, мои пупсики. Я оделась. Я уже достала с этой юбкой, но я кайфую прямо от нее. Мне она очень нравится, как она сидит на мне. И надела самую любимую футболку из всех, что у меня есть. У меня таких, по-моему, 5 оттенков. Все покупала в Нью-Йоркере. Мне очень нравится. Стираю, одеваю. Все офигенно. Сейчас мы с вами направляемся в магаз. Нужно купить сладости для мукбанка. Я хочу с мороженым милкой, кексиками. И, в общем, сделать сладкий мукбанк. Надеюсь, что вам понравится. Перед тем, как выйти из дома, конечно же, нужно немножко себя привести в порядок. Припудриться хотя бы. Как вы видите, мой проект израсходовать всю свою косметику двигается только вперед. У меня закончился кель для бровей от Art Deco. Вот уже на Essence перешла. Тональный закончился тоже. Взяла вот этот вот новиночку, которую недавно покупала. В общем, во всю заканчиваю всю свою косметику. Я вам уже говорила об этом. Но скажу еще раз и покажу вам свои успехи. Ну, не умница я. Обожаю, когда косметика заканчивается. Я решила, что я теперь буду минималистом. Зачем мне так много всего? У меня, например, хайлайтеров. Я уже миллион раз вам говорила. Штук 15. В общем, это все нужно израсходовать за год. Обязательно. Не знаю, как я это буду делать. Потому что румяшки, они супер сильно спрессованные. Если даже два года ими пользоваться, все равно незаметно. Вот так вот есть немножко углубление. И то радует. У меня открыто окно. Надеюсь, что вас это не раздражает, этот шум. Сейчас будем припудриваться. Раньше у меня кожа была сухая. И такой проблемы, как жирность на лице, у меня никогда не было. Я даже смотрела на других девочек, у которых блестит лицо. И я думала, блин, надо так же. Хочу так же. Хочу, чтобы лицо блестело и сияло. И даже использовала какие-то базы подсвечивающие. Чтобы лицо хоть немножечко блестело. Прошло буквально три года, у меня появились прыщи. И у меня начало блестеть лицо. Теперь это мне вообще не нравится. Какая перестройка произошла у меня в организме, я не знаю. Но факт остается фактом. Теперь мне приходится припудриваться. Но не беда. Жизнь прекрасна, ребята. Все офигенно. Так, губы я красить не буду, потому что надену маску. Я уже разучилась красить губы, если честно. Только для видео крашу. А так, когда куда-то выхожу, уже не крашу. Ну все, я иду и снимаю на свою новую камеру. Раньше, когда я снимала на телефон, люди думали, что я говорю по видеосвязи. И это казалось менее тупо, чем сейчас. А сейчас я просто иду с камеры и сама с собой разговариваю. Но мне, если честно, плевать. Я уже настолько привыкла к этому всему. Да, делаю вид, что типа привыкла. В общем, сейчас мы идем в магазин. Для мукбанка я хочу купить мороженое от Милла. Мне очень нравится этот бренд. А мороженое я попробовала в прошлый раз. И я осталась просто в восторге. Вот, поэтому сейчас идем в супермаркет. Бабушка еще попросила купить хлеб. Тандыр. Это такой хлеб, который готовится в такой круглой печи. В общем, если смогу, вам покажу обязательно. Не знаю, как будет меня слышно. У нас ветрено, особенно в нашей части. Не знаю, почему. В городе, в некоторых местах не так ветрено, как у нас. Вообще, для камеры нужно купить чехол. В магазине не было. Ну, по крайней мере, на сайте я не нашла. Зашла на Алиэкспресс. На Алиэкспрессе, конечно же, есть все, что ты хочешь. Но ничего не доходит. Мои две посылки так и потерялись. Не могу их найти. Хоть и сумма небольшая, все равно неприятно. Поэтому пока что я не рискую заказывать что-то с Алиэкспресс. Какой интересный йогурт я нашла. Берем. Какие же кексики взять? Может быть, вот такие или шоколадные. Возьмем это. А еще есть интересные рулеты. Кстати, с рулетами особо ничего не снимала. Если есть желание, то пишите в комментариях. Что я потеряла в этом отделе? Опять зависла здесь на каких-то уходовых штучках. Минуту назад говорила о том, что буду заканчивать то, что есть. Валим отсюда. Смотрите, как я иду домой. Хлеб горячий. Поэтому с этой стороны телефон, с другой стороны кошелек. Пусть лучше им будет жарко, чем мне эгоистка. Стой, пожалуйста, не падай. Я тебя только купила. Так, я уже дома по дороге встретила своих подписчиков. Несколько мальчиков. Наверное, 10-12 лет. Но сразу видно было, что очень воспитанные дети подошли так культурненько. Айка, мы твои подписчики. И реально было безумно приятно. Ребят, если вы меня смотрите, честно, очень приятно, что такие воспитанные, умные парни живут у меня на районе. А что касается того, что я купила, давайте сейчас вам покажу. Хлеб был настолько горячий, что всю дорогу я пыталась как-то не обжечься. Слава богу, есть телефонный кошелек, который помогает в таких сложных ситуациях. Я, в принципе, в магазине тоже вам немного поснимала. В общем, была акция на два таких мыла. Я даже не пробовала этот бренд. Но получается, что по цене одного можно купить два. Я решила воспользоваться и попробовать это мыло для рук. Купила для видео маршмеллоу. Здесь вот такие вот. Это не растяжка. Йогурты 6 штук. Вот это печенька. Пирожное. Битто. Вот такой вот сок. Два мороженых от Мила. Очень нравится. И напробую вот такие вот кексы. Немножко отсвечивать вам не видно, но на мукбанке уже подробно рассмотрим и поедим. Так, мыло кладем на место. Я пока что начинать пользоваться вот этими не буду, потому что у меня есть Фаберлик. Очень крутое мыло. Но просто эти стоили очень бюджетно, поэтому я решила попробовать. Но я очень люблю именно жидкое мыло. Мне кажется, это как-то гигиеничнее и приятнее пользоваться. А аромат этого это вообще бомба. Эти кладем в ящик подальше от глаз. Здесь даже класть некуда. Давайте вот так. Вот это наши запасики. Когда на скидках вижу, скупаю и уже некуда девать. Я немножко выпала из поля вашего зрения. Я сейчас проделывала работу. Как раз таки моя основная работа. Кто не знает, я работаю в строительной компании. И вот уже почти 3 часа и 40 минут я работала над новым проектом. Честно, я люблю свою работу очень даже. И не хочу уходить. Бывают моменты, когда у тебя что-то не получается, какие-то ошибки. Вот тогда хочется бросить всё и просто заниматься Ютубом. Я много работаю. Работаю не только для Ютуба, но и на основную свою работу. Если бы это было бы не так, то меня бы давно выпроводили и сказали, Айка, лучше иди снимай свои видосы. Я очень люблю работать, если мне платят деньги за проделанную работу. Когда у меня фиксированная заработная плата, у меня как бы нет мотивации, так скажем, работать. И меня иногда не то что вымораживают, а очень удивляют работодатели, которые платят, например, копейки и хотят, чтобы их сотрудники с такой душой относились к работе. Мне иногда бывает реально очень смешно, платят, например, копейки и ещё что-то предъявляют. В общем, я такое не люблю. У меня работа связана именно с продажами. То есть это инженерный бизнес, и мне выгоднее работать как можно больше. И, следовательно, у меня и зарплата бывает в этот месяц больше. То есть я зарабатываю от проделанной работы. То же самое, например, касается Ютуба. Чем больше видео я насняла, тем больше я заработала. Или же можно, например, снимать длинные видео, за них платят больше. И ты можешь проставить чуть больше рекламы. И получается то же самое. Но я люблю, когда у меня на канале разнообразные видео. Я даже, знаете, вырезаю моменты, где, например, долго жую, потому что меня раздражают длинные видео. И мои зрители тоже. Мне кажется, это моя фишка. Вы в любой момент можете зайти на мой канал и выбрать контент, который именно вам интересен. Например, Макдональдс сегодня вам неинтересно, а вот сладкий мукбанк я бы посмотрела. То есть всегда есть выбор, и мне кажется, это очень круто. Тут у меня чистая плита. Вчера вместе с вами вместе драйли. И с мукбанка у меня остались вот такие вот кексики. Мне вообще не понравились они, если честно. Почти всё осталось. И заставлять себя кушать из того, что уже начала снимать мукбанк, я тоже не стала. Вот лежат они у меня, не знаю, кто будет есть. Сейчас организую себе чай. Но опять же, с ними не хочется. Я пробовала такие шоколадные. Помните, в мукбанке у нас с вами были. Вот они были бомба. Вот они были вспышка. Но это, хоть здесь внутри есть клубничный джем, немножко не моё. Может на любителя, но не на меня. Но не для меня, так скажем. И здесь вот эти вот тряпочки. Мы с бабушкой постоянно ругаемся из-за этих тряпочек. Бабушка не любит их выбрасывать. А я, наоборот, не люблю держать старые вонючие тряпки, которые стираешь, и всё равно они воняют. Я люблю брать новые. Не знаю, в неделю хотя бы один раз брать новые. Бабушка со мной ругается, что это не экономия Айка в наши времена. Знаешь, как тяжко было. Не было таких штук. В общем, такие у нас скандалы. Сейчас я себе буду организовывать чай и ищу, с чем можно попить чай. Потому что хочу посмотреть опять продолжение любимого фильма. Ребята, всё-таки кто ищет, тот обязательно найдёт. Кукурузные палочки. Самое то для фильма. Это, кстати, солёные. Видите, здесь написано Пендерли. Пендерли это значит сырные. Они очень вкусные. Мешок как раз для меня лошадиная доза. Нашла место, с которого я закончила просмотр позавчера. Раньше всегда говорила, что я никогда фильм смотреть не буду. Это слишком долго. Очень много времени уходит. Я же всё-таки трудоголик. Я люблю целыми днями работать. Так вот, я фильм разделила на несколько частей и смотрю его по частям. То есть целый день я не посвящаю какому-то одному фильму. Перед сном самое то получить, знаете, инфаркт ночью и ходить как лунатик. А с вами я уже вынуждена прощаться. Пойду смывать макияж. И вы знаете, о чём я задумалась? Я думаю, а может быть, стоит придумывать какой-то сценарий. Сейчас выключу это. Вот. Может быть, стоит придумывать какой-то сценарий дня. Как-то делать дни более насыщенными, чтобы влоги тоже получались более интересными. Я, в принципе, так смотрю, влоги всё равно просматриваются у меня. Минимум 20 тысяч они набирают. Для меня это, в принципе, достаточно. Нормально. Пойдёт. Напишите, пожалуйста, в комментариях своё мнение. Нравятся ли вам такие домашние влоги? Или вы хотите какие-то насыщенные дни, чтобы я гуляла, не знаю, показывала город, возможно. Или, например, шоппинги. Вот что вам интересно? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вас очень сильно люблю. Я стараюсь для вас. Буду надеяться, что вы посмотрите это видео до конца и поставите мне лайк. Всех люблю. Пока.